Russian Television Network of America представляет Gazarch News Информация к размышлению Здравствуйте, друзья! В эфире Gazarch News. Информация к размышлению. Судьи с вами Игорь Газарх. Соединенные Штаты обратились к Израилю с просьбой поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую вторжение России в Украину. Отмечается, что Израиль не является членом Совета Безопасности, но как член ООН имеет право ставить свою подпись под заявлениями или резолюциями Совбеза. Несмотря на все симпатии к Киеву, у Иерусалима есть немало причин остерегаться осуждения Москвы. Совет Безопасности ООН соберется сегодня на экстренное заседание, созванное для обсуждения ситуации в Украине. Проект резолюции содержит осуждение действий России, а точнее, цитата режима Владимира Путина, страны, обладающей статусом постоянного члена Совбеза ООН. Вопрос, поддержит ли Израиль эту резолюцию, пока остается открытым. Ранее МИД Израиля, нарушив прежние правила, выступил в поддержку Украины, но текст заявления был выдержанным и далеким от риторики, которая звучала в заявлениях внешнеполитических ведомств и лидеров США, Великобритании, Франции и Германии. В Иерусалиме не было уверенности, что необходимо реагировать на признание России самопровозглашенных республик. Однако начало войны в Украине вынудила Нафтали Беннета и Яйра Лапида выступить с заявлениями по этому поводу. На сей раз США призвали все государства, входящие в ООН, поддержать резолюцию об осуждении России за вторжение в Украину. Цель американской администрации – продемонстрировать как можно более широкую поддержку Киева и осуждение Москвы. Проект резолюции, завизированный представителями США, Великобритании и Франции, был лично вручен израильскому постпреду ООН Геладу Эрдану, а также направлен политическому руководству Израиля. Таким образом, Израиль вновь попадает в сложнейшую ситуацию. С одной стороны, он не может отказать своим стратегическим союзникам – американцам, но с другой – рискует попасть в немилость к Кремлю, что осложнит действия в Сирии. Премьер-министр Беннет и министр иностранных дел Лапид встретились, чтобы выработать позицию по предлагаемой США резолюции. При этом подчеркивается, что шансов на утверждение этой резолюции в Совете безопасности нет, так как Россия обладает в нем правом вето. Резолюция, осуждающая Россию, поступит затем на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН, однако даже в случае утверждения будет носить лишь рекомендательный характер. Ранее Израиль заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины, не упоминая при этом Россию. Однако и это вызвало негодование в Москве. В ответ на позицию Израиля постпред России в ООН немедленно обнародовал заявление, явно по указанию сверху, в котором сообщил, что Россия не признает суверенитета Израиля над голландскими высотами и, цитата, считает их частью Сирии незаконно оккупированной Тель-Авивом. В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, Израиль не участвовал в аналогичном голосовании в Генассамблее ООН. С другой стороны, и МИД Украины, перечисляя накануне страны, которые выступили в ее поддержку, назвали Палестину, но не упомянули Израиль. В Киеве не раз давали понять, что ожидают от Иерусалима более решительных действий против режима в Кремле. Глава правительства Израиля Нафтали Беннет позвонил сегодня украинскому президенту Владимиру Зеленскому и предложил ему гуманитарную помощь. Это был первый разговор лидеров двух стран с начала российского вторжения. Стороны обсудили ситуацию в Украине, после чего Нафтали Беннет от имени народа Израиля предложил гуманитарную помощь украинцам и выразил надежду на скорое прекращение боевых действий. Одновременно МИД Израиля сообщил, что посольство останется во Львове и не будет переведено в Польшу, как предлагалось ранее. Также было заявлено, что продолжается эвакуация израильтян. Сегодня же посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук провел брифинг, в ходе которого также упомянул о гуманитарной помощи, обещанной Израилем. По его словам, речь идет прежде всего о медицинском оборудовании. Посол добавил, что далеко не все посольства покинули Киев, так как, по его словам, верят в силу Украины и ее армии. Дипломат добавил, что никто, тем не менее, не винит Израиль за подобное решение. «Мы не говорим о военной помощи», — заявил Корнейчук. «Мы достаточно умны, чтобы не просить у вас невозможного. Все мы видели демонстрации в нашу поддержку в Тель-Авиве и Хайфе. Еврейская община, которая проживает в Украине, одна из крупнейших в мире. И она часть украинского общества, часть нашего народа. Мы полагаемся на них, они остаются вместе с Украиной». В заключении посол сказал, что народ Украины не дрогнет и не сдастся. «Мы обращаемся с просьбой ко всем друзьям в Европе. Нам нужна ваша помощь. Именно сейчас друзья познаются в беде. Пришло время помочь». Израильские лидеры проводят интенсивные встречи, обсуждая продолжающееся вторжение России в Украину. Во встречах принимают участие премьер-министр Нафтали Беннет, министр обороны Бенни Ганс, министр иностранных дел Яйр Лапид, начальник генштаба Израильской армии, советник по национальной безопасности и другие высокопоставленные должностные лица. Были рассмотрены все варианты развития кризиса в самых разных сферах – дипломатической, финансовой и военной. Политическое руководство Израиля поручило различным министерствам страны сосредоточиться на продолжении работы по эвакуации всех израильских граждан из Украины, а также оказанию помощи местному еврейскому населению, подготовке их к репатриации. Также было поручено подготовиться к отправке гуманитарной помощи и продолжить оценку потенциальных последствий вторжения для Израиля. В Хайфе и Тель-Авиве уже вторые сутки проходят массовые митинги и шествия в поддержку Украины. В Хайфе шествие с украинскими флагами направилось к Российскому консульству. Людей собралось очень много, проезжающие машины и автобусы ритмично сигналили в поддержку. В толпе были не только говорящие на русском или украинском языках, но и уроженцы Израиля. Они держали плакаты на иврите. Возле Российского консульства демонстранты кричали «Окупанты» и «Слава Украине!». Виднялись и известные оскорбительные лозунги в адрес Путина. В Тель-Авиве также прошли многочисленные шествия. Несли большой украинский флаг, на иврите и русском обвиняли Путина в агрессии. Четверо участников протеста у посольства России в Тель-Авиве были арестованы полицией за нанесение граффити на заборе дип-представительства. Пресс-служба полиции распространила фото граффити, ставшего основанием для ареста. Это известный нецензурный девиз, ставший популярным лозунгом про украинских протестов во всем мире еще в 2014 году. Полиция подчеркивает, что уважает и обеспечивает свободу протеста и свободу высказываний, но не позволит нарушать закон и общественный порядок. О других новостях. Израильских военных начнут кормить по-новому. Израильская армия начинает реформу питания. Переоборудование сотен столовых и открытие десятков молочных буфетов на израильских военных базах. Новое меню. Все это входит в программу улучшения питания военнослужащих, разработанную по приказу начальника генштаба генерал-лейтенанта Авиева Кохави, который в конце прошлого года пообещал улучшить условия службы в армии обороны Израиля и исправить недочеты, на которые солдаты и офицеры жаловались в течение десятков лет. Реформа питания официально одобрена, но изменения пока не затронули большинство подразделений. В некоторых воинских частях личный состав, однако, уже кормят по-новому. И перемены встретили самый положительный отклик. В течение года расходы армии на питание личного состава будут увеличены на 25%, что позволит разнообразить меню и увеличить размер порций. В круглосуточно работающих буфетах самообслуживания бойцы отныне смогут в любое время суток лакомиться охлажденными йогуртами и молочными десертами, свежими овощами и фруктами, быстро разогревать пиццу, порционные супы, другие полуфабрикаты и готовить тосты. В комплект оборудования входят холодильники, микроволновые печи, тостеры, мини-бары с минеральной водой. Каждый буфет будет оснащен кондиционером, а у входа установят пластмассовую мебель и навесы, чтобы солдаты могли с комфортом перекусить на свежем воздухе в любую погоду. Ремонт и переоборудование столовых планируется осуществить в кратчайшие сроки, но ремонтом дело не ограничится. Будет усилен персонал столовых, а многих армейских поваров отправят на курсы повышения квалификации. Откроются и специальные курсы для армейских кондитеров. Впервые в истории армии обороны Израиля должен вступить в силу единый для всех родов войск и подразделений стандарт качества питания. Серьезной проблемой для израильской армии остаются взаимоотношения с гражданскими поставщиками. Оказалось, что повысить качество питания не так-то просто. Возникли многочисленные юридические препятствия. В итоге, компании предупредили о том, что армия расторгнет с ними все контракты, если к 1 июня нынешнего года жалобы военных на низкое качество еды не прекратятся. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до понедельника. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова